Всем привет! Меня зовут Юля Бандак. Я очень рада, что вы нашли мой канал. Я стилист, живу в Стукгольме и специализируюсь на составлении минималистичных гардеробов в скандинавском стиле. Я минималист, и эта тема проходит через весь мой контент, не только тот, который относится к гардеробу. Сегодня я бы хотела поговорить про минималистичный интерьер и о роли растений в нем. Несмотря на то, что я обожаю незахламленные комнаты, где много света и воздуха, просто белые стены выглядят пустыми и неуютными, а мне очень важно, чтобы квартира ощущалась как обжитое место, как именно мой дом. Обычно люди покупают какие-то элементы декора для того, чтобы сделать пространство своим, особенно если жилье съемное. А я бы хотела обратить ваше внимание на альтернативу, которая, во-первых, очень стильная и красивая, а во-вторых, может перерасти во вдохновляющее хобби, элемент личного времени, из которого вы черпаете ресурс, как я. С foreignajтаниньως, которые мечтали, то, что было написано. а еще занятия цветами для меня это про mindfulness про нахождение в моменте еще этот запах земли как-то переносит в детство не знаю почему ну наверное наверное потому что я выросла в деревне и мы очень много занимались землей огородом садом цветами овощами всем таким и вот этот запах свежей земли он меня тут же возвращает в те моменты я очень люблю цветы и в моей жизни был период когда я работала флористом то время закончилось а любых цветам осталось купив несколько цветков возможно из тех которые я сегодня порекомендую и подобрав к ним какие-нибудь классные горшочки можно оживить любое пространство а если у вас есть возможность покрасить стены в цвет яичной скорлупы и добавить какие-то деревянные детали вот вам и стокгольм у нас дома довольно много разных растений сегодня я расскажу о таких за которыми легко ухаживать первое и самое-самое неприхотливое растение которое может расти даже в шкафу называется же потренировалась сейчас замиакулькас замифолия или еще зизый плант называется по-английски это растение произрастает в африке и поэтому его не нужно очень часто поливать раз в две недели как раз таки и хватает у нас дома она охраняет гостевой туалет и наш бомбический запас туалетной бумаги если что вы знаете кому обратиться мы подготовились хотя зима уже кончилась но никогда не знаю что произойдет сансивьера ее еще называют в народе щучий хвост еще одно простое в уходе растения которое примечательно тем что у него нет стебля ее хорошо держать в спальне потому что она очищает воздух убивает вредные бактерии и улучшает иммунитет соответственно делаем вывод положительно влияет на качество сна а также посмотрите как скульптурно и архитектурно выглядят ее длинные листья хавея если вы любите пальмы то я советую вам обратить внимание именно на хавею ее тоже очень сложно уничтожить но у нас дома почему-то она растет плохо возможно потому что она устала бороться с тремя детьми которые постоянно на нее нападают а вообще хавея продается практически везде даже в икее не требует особого ухода и в дикой природе растет до 2 4 метров высоту у нас конечно в квартирах такого не будет но она при должном уходе может выглядеть очень даже пышненько под должным уходом я не имею ввиду что-то сложное просто держите ее подальше от трех детей и будет ей счастье спатифилом еще одно полезное растение которое хорошо держать в спальне или даже в детской оно примечательно тем что выделяет кислород даже в ночное время что редкость у нас дома есть другая его разновидность она называется антуриум с ним такая история что нам его подарили когда родился наш средний сын александр оно поцвело ну где-то может быть пару месяцев потом цветочки опали и оно стояло зеленым в горшке где-то два с половиной года когда родился младший давид представляете оно вдруг зацвело и вот цветочки радуют нас и разбавляют интерьер своим классным розовым цветом уже целых шесть месяцев чудо какое-то знаю шефлера амата стойкий боец который выживет даже при низком освещении у нее такие жирненькие зеленые листья она классно смотрится в интерьере она очень красивая эффектная я бы поставила ее в гостиную куда-нибудь на видное место например в зону отдыха а также она очень любит опрыскивание растение которое у нас растет не очень хорошо это монстера ей нужны непрямые солнечные лучи которые у нас на солнечной стороне к сожалению редкость если летом я еще окей то зимой и листики перестают дырявиться но зато классно себя чувствует ее младший брат вот этот вот маленький swiss cheese plant я посмотрю название на русском и напишу сейчас я прикрепляю название всех растений внизу под видео надеюсь что вам какие-то из них приглянулись так все подписывайтесь на канал если вы здесь первый раз приходите ко мне в инстаграм я там намного чаще чем здесь если к формату ютуба я все еще примеряюсь то инстаграмчик то дом родной особенно я бы хотела видеть вас stories всем пока и напишите в комментариях если вам понравилась эта тема и вы хотите чтобы я еще поговорила про растения мне много чего есть рассказать всем пока может быть я это уже говорила малиновый закат стекает по стене в тех ломаных лучах я насквозь и вокруг тебя рассмотрел только ты ничего не знала обо мне малиновый закат рисует на земле